Если вы придерживаетесь определенной диеты, следует питаться более-менее правильно. Уверен, что вы обязаны знать, как приготовить домашний майонез низкокалорийный, чудесную заправку к любому салату. Этот низкокалорийный майонез долго не хранится, максимум 1-2 дня, так что не затягивайте и кушайте побыстрее. Также не рекомендую его соединять с рыбой или морепродуктами. Идеально подойдет для заправки салатов из свежих овощей, мяса или курицы. Досмотри Шинга, да и я предложу записать список ингредиентов. В чашу блендера вливаем растительное масло и 50 мл молока, взбиваем до однородности, добавляем половину чайной ложки горчицы, щепотку соли и сахара, несколько капель уксуса, взбиваем повторно до однородности. В 200 мл молока замочите желатин, чтобы он набух, затем на медленном огне растворите желатин, добавьте щепотку соли и сахара, чуть-чуть горчицы, перемешайте и дайте массе остыть. Перемешиваем при помощи блендера обе составляющие, по консистенции должно напоминать молочный коктейль, ставим в холодильник на 20 минут для загустения. Непосредственно перед употреблением следует перемешать майонез-блендером, приятного аппетита! Ставим лайк и подписываемся! Вкусняшки, подписавшимся! Нам понадобится Масло растительное, 100 мл, молоко, 250 мл, желатин, 1 чайная ложка, горчица, по вкусу, уксус, по вкусу, соль и сахар, по вкусу, количество порций, 4-5. Подпишись и поставь лайк, чтобы не пропустить следующее видео, которое поможет вам вкусно готовить. Буду скучать без вас!